Гришка нас отдыхает. Анастич тут что-то смотрит тоже. Найти, короче. У меня с утра есть свободное время. Мне вопрос, кому очень интересующий меня. Блеседник. Стоять. Охот настоялся. Вчера приезжал человек. Скоро ролик выйдет про него. Он баллотируется депутаты местного совета сельского, если я не ошибаюсь. Районного. Мамонтовского. Да, поэрбок. Агентирует. И вот он приезжал, рассказывал себе, что за него, видать, мы тоже голосовали, за него были. Нам, как христианам нужно ли ходить на выборы? Вы ходите сами на выборы? Есть ли на выборы какой-то проб ходить? Никогда. Хотя раньше выборы были одна кандидатура, то есть от меня отпадало слово выбор. Кого выбирать, когда один? Одно блюдо. А вот сейчас можно выбирать. Их раньше было 60, а сейчас где-то 40 с чем-то будет. Ну, можно выбрать. На одно место они там несколько претендуют и прочее. Но я никогда не хожу. Я понимаю, я ему это сказал, что изменить еще нельзя. Так вот. Ладно. Но вообще за историю нашего человечества от Бога зависит. Были настоящие правители христианские какие-то? Я сам об этом думал. Дело в том, что вот я неоднократно сейчас там служат полтора-два года, а в мое время 4 года в оплоте было, 62-й год. Ну и, конечно, 4 года это очень заметно. Я обучился, институт кончил, все, ропщик где-то. Я никогда этим не занимался. С первого дня, сегодня меня взяли, еще меня не постригли, еще я уже начинаю заниматься. У меня программа. В это время я занимался английским языком самостоятельно. В это время вышел на разговорный язык по-немецки и сразу занялся. И дальше будет, посвящая даже варьи, там курсы были подготовки в университет. Я готовился в институт международных отношений. Это не те лет в время. И занялся изучением политических систем мира, доступных в литературе где-то. Я понимал, это не полное, но все-таки. Это было известно очень далеко. Суждения мы принимали во внимание. И когда началась перестройка, и нужно было думать, как назвать Российская Федерация. Это не просто так. Флаг какой, герб какой. И там группа людей, журналисты собрались, и депутаты, как баллотируется, выбрали меня. И пришли ко мне на дом. Это Русаков Константин Владимирович. Очень активный человек. Выдвигали главное, что я знаю, что такое ГУЛАГ. По сегодняшним меркам. Отношение моё к коммунизму нетерпимое. никак. То есть это изверги рода человеческого. А он именно такой. А я перед этим сон как раз увидел, как я сбираюсь по стене, а внизу койка неприкрытая совершенно голой я могу упасть. Как Ласточкины гнезда где-то там едят. Они за одной из шлены Ласточкиной и они разбиваются, доставят пещеры по 30 метров высоты. Это такое. Я во сне думаю, куда я лезу? Зачем лезу? А меня побуждает кто-то. Я спустился медленно-медленно и я им отказ давал. А как так? Вот на вас были кандидаты какие-то за одного 10, другого 15, а за вас все редакции где мы были предлагали и в милиции вас знают. Вы на слуху везде абсолютно. И в прокуратуре и в судах вы ведете занятия против вас статьи печатают. Сам в каждой газете почти ваши статьи. То есть на столбах объявления и прочее более подходящие кандидатуры мы не нашли. Вот он ее предложил и все 100% за вас голосуют. Вот когда выбирали кандидатов на епископа там голосовали за и против. А отца Акима когда предложили все до одного епископа за. За. То есть за него против ничего нету. Ну и за мной ничего не счастливилось. Тем более еще все в горячах было. Но какая система должна быть? Вот какой курс взять сегодня? Ни одной партии, единой партии этого ничего не было. Я говорю ни одной системы нет, которая для России подходит. Но если будет хороший, честный, патриотический к стране, к земной даже правитель, то это среднее между Манилой, Филиппиной и Швеция. Вот это взять надо. Я оттуда взять что-то и отсюда. То есть я лучше нигде не нашел. учитывая условия материальная вот наша нищета, все беря во внимание. Лучшим правителем выводить страну из кризиса за самый короткий срок. Сделать великой страной мог только Гитлер, больше таких не было никого. А Адольф Шикель Грубер. Я говорю не о нациизме, не надо, просто человеческий. Он герой войны, железный крест получил рату за то, чтобы сбросить это Игорь Версальского договора. Нищета. Инфляция бешеная. Миллиард платят буквально за булку хлеба. И поднял за несколько лет буквально первая в мире держава. Вот об этом. Речь идет о хорошем. О том, как разрушить самый короткий срок, натравить людей друг на друга от оленя. С этой позиции дьявол. Он страшнее Гитлера в тысячу раз. Я говорю про милочальный период, когда они пришли к власти. Не о нацизме. По нацизму это дьявол много за человека. Если Бог есть. А Бог есть. И вот вчера депутат говорит это. Я говорю а какая польза это? Это финансовые потоки куда-то направят. Работать надо показывать. Ну пустое место. 21 тысяча селения разрушено. При этой власти при инфляции в начале с нуля. с нуля лопата сложились или как купили корову первую. На ней возили здесь из леса что надо. Мы ничего не ждали. Какие потоки? Ничего нигде не нам лишь бы просили не мешайте. Деревня состоялась вот в этой деревне Потеляевка поселок Мамонтовского района Алтайского края Российской Федерации. Находимся и говорим. Я много ни один не два дня. Темой масонства я занимался 14 лет. перелопатил во свете Библии все дореволюционное все после революции в советской стране и за рубежом. И там еще этим занимался в Америке был. То есть мои материалы они настолько были уникальны что общество память по ним училось. А общество память это не игрушка. там Дим 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 Василь был. И вот какие правители. Если вы заляете в интернет то 10 лучших правителей за 100 лет или за тысячу лет. И перечисляют Вильгельмы Фридрихи Гаузнурги разное. Ну это так русские не попадают туда. Русский правитель ни один не попал. Тогда спрашивают а преобразователи были же такие великие воины как Петр Первый Монапарт Наполеон А кто из них умнее? Конечно Наполеон Тут даже сравнивать нечего. Этот губитель Россию погубил а тот вывел ее в передовые страны а тот вывел куда он ее вывел окно в Европу прорубил и туда все вывалилось реформы какие сына не пощадил убил они все жестокие правители но с Наполеоном не приходится никого сравнивать это самая великая фигура Европы может быть за последние 500 лет но мы это говорим о христианстве я сразу ставлю вопрос почему Павел просил Тимопею что молились за царей начальствующих 2 глава 1 Тимопею за царей начальствующих но мы за них молиться но не выбирать а какой царь а он когда писал попадал и в южные страны эфиопы вы за своего я за своего как Николай Японский канонизирует Касаткин война с Японией началась в 1905 году он вышел в пасти и сказал молитесь за победу японского оружия совершенно не патриот и осам ушел закрылся в другую комнату и конечно он молился о победе русского оружия это несомненно но молитва японца показалась сильнее Россия была со плотом своим отброшена назад многое потеряла так вот правители христианских я не говорю чтобы православные обязательно были не было за 2000 лет ни одного а почему а я говорю вам все строится на насилии как например он говорит кто не хочет кормить свою армию будет кормить чужую ой как сказал хорошо да ее не надо кормить она сама добудет отберет кормить с ложечки кормить ну Сердюков кормил Васильеву миллиарды хватанули и нигде никого нету тут же депутата проголосовали выпустить она сбежала и нигде нету еще кого вот я знаю про одного человека который очень близок к идеалу это Коста-Рика а как вы узнаете очень просто уничтожил армию мощно не хватает не наращивать силу лезть в другие страны как все ну которые маленькая операция уже туда лезет там взрывают там я не говорю про мусульман где к сагенам под подушкой спят со взрывчаткой какой-то по-христиански по их меркам он да правитель он вывел там Сулейман дал такой паша какой завоевал Константинополь пал Стамбулом стал но мы говорим о христианах христианских царей не было по-настоящему ну Ричард Львиное сердце можно назвать Иван Грозный Николай II то есть собирают все и славящим война они захватили портатуру они победили маленькую Финляндию они победили Польшу это все провинции России были штаты если рассуждать по божественному а я говорю вам любите врагов ваших это только в сказке Льва Николаевича Толстого три брата вот Тарас Брюхан Купец Иван вот как воевать он знал что воевать нельзя враги идут как враги идут захватывают у нас уже до Киева дальше пускай захватывают Бог с ними и они стали убивать так убивают наших да пускай уж убивают Бог с ними и солдатам тем гнусно стало они все бросили ушли домой и притом врагов не нажили никого давайте отомстим эти лозунги отпали за одну голову как Филарет патриарх или лжепатриарх современная Денисенко будет 10 голов 100 голов платить за каждого украинца это сказка конечно сказка но сказка ложь а в ней намек добрым молодцам урок о старика принял решение и армию распустили а средства то громадные идут туда он все бросил на медицину и на образование бесплатно студенты радостные какое поколение еще в армии ни одного не было полицию оставил чтобы смотрели за преступниками порядок на дороге вообще вокруг полыхают воины с севера с юга а его никто не трогает а он почему а как с ним воевать у него армии нету а за него заступится там Америка или еще кто никак ну допустим где деньги хранить ну такой чтобы непобедимый был дал ему чтобы его отнять не могли и люди ничего не придумали как туда где нет армии где Швейцария какая у нее армия кто назови и все банки мира и Гитлер там хранил и советские все сейчас олигархи и сколько лет и Наполеона и его удочий сын не может Муссолини снять счета где а там никто не воюет и туда все прятались и туда Советский Союз обошел вокруг Гитлер их вокруг обошел и никого нет никого нет все исчезли она как стояла в горах так и стоит Швейцарские и Швейцарский Союз они тоже маленько работают но получить там жительство конечно непросто а какой же там правитель ну ясное дело что ни масона не поставят они все в галстуках я вчера спросил почему в галстуке почему расстегнуты вот он не знает это все масонское дело правители ничего не сделают думу набрали получают я говорю Лужкова отправили на пенсию вот какую пенсию дали ну наверное 250 я говорю 253 почти точно сказал 253 тысячи в месяц пенсия ну значит до этого миллиона получал Батурина жена чья спросите Елену самая богатая женщина Российской Федерации то есть все делали в офшорной переводят и взять их нельзя это правители самые хорошие я горжусь нашим президентом сейчас-то наша страна великая я не горжусь гордость непохвальное качество молитесь о правителе что Бог их вразумил сохранил от покушения на них и вот он вчера был я ему объяснил мы не ходим нам это не надо и не верим я говорю вы знаете Решков такой Владимир конечно ну вот он сколько лет там и в думе был а сейчас против Путина в общество парнаст партии образовало то есть насмешник я говорю а умылки банные сколько раз к нему обращались за помощью никогда не помог ни копейки нигде никак Коршунов там помог Суриков поставил петлярку поставил нигде и никак никак Жириновский там какого-то погоны сорвал бабу за волосы таскал а вот это никак его нигде нету почему мать у нее партийная работница она его протолкнула очкарикой и он там вот дочь он где был вот как он там рассказывает как там то есть басни травит и получает конечно неплохо одетый нормально его сюда надо вот у Игоря вчера смотрели это не дровокол дроворез я его правильно назову он не колет он режет а где колет это слово колет а он не раскалывает он ее разрезает это не дровокол это дроворез так и этот он человеком не стал ему разве сидит какая политическая система лишь бы не работать и жрать до отвала а истинный-то правитель вот на него есть там навмек у Лескова когда он вставит там несмертельный голова считаешь вот такие вот он нигде ничего не брал бедность и он все понимает и он там говорит о саблере как к нему министры пришли там эти генералы прихожие но ее слугу спрашивают как сейчас а как из Богородицы считают проходит время уже время 10 часов сейчас канон ангелу-хранителю досчитает и выйдет к вам выходит сразу все разрешил и дело идет у него как надо почему они пока сидели а ты откуда и оттуда так я по этому делу я технику не могу сбудить а мне как раз нужно пока он молился они между собой там уже в прием это все сговорились он выходит благодарю вас я рад что вы решили откуда вы знаете да и полиция видна вы такие счастливые что нашли друг друга ты хороший это тоже я знаю вы взятки не берете идите дружите все правитель должен быть рабом Бога живого а они не такие он должен жить в молитве а это невозможно вот меня спрашивали ну раз я вел много занятий я скажу что более востребован для проповеди на меня была ставка позднее было не было завода ни одного техникума школы милиция прокуратура тюрьмы воинские части все охватывало вот и я скажу что народ такой что его неуправляемый народ этот народ требует жесткого управления и поэтому христианин таким быть не может никак он сразу должен усилить репрессивный аппарат сейчас бы был Сталин этого не было был бы Сталин и репрессия перемолотые судьбы миллионов убитых это и не касается сегодня главное чтобы сегодня была жратва до отвала и не было взрывов и Чечня была под ногами у нас топтать ее и проще поэтому выбирать некого я еще в армии был не верю в Евангелие и когда зашел туда в кабинку там надо подойти бросить как шторка я взял заранее ручку зашел и надо же быстро положить и выйти я быстренько быстренько написал это не выбор обман и бросил а потом ждал придут не придут в армию а я сейчас не могу это то есть вот уже где протест заявлял но не посмотрели надо же кто солдат то по почерку узнать выбросьте позиции с ним тем более ракетные войска были скажет в вашей ряды пробрался враг понятно ну и вот так и меня когда спрашивали я был востребован ну вот вы знаете церковные дела более всего подсказывайте епископам вот пришел епископ мы обедаем вместе у меня Антони Маседич был там благощины это тайна приезжали в другие епархии я говорю в Москву приехал ночью тайно три епископа пришли разрешить там свои вопросы понятно что я не на самом дне был и вот когда я это вспоминаю и в это время записка вас бы избрали патриархом что бы вы сделали у меня это описано первым делом прекратить строительство храмов рассчитаться со всеми взаимодавцами немедленно никаких процентов не брать продавать все что угодно но сегодня рассчитаться потому что проценты растут а эти деньги бросить на издание нового завета по благословению патриарха Кирилла я не оручаюсь что именно так и есть по благословению патриарха Кирилла но так написано вот оно где по благословению но это не означает что и деньги вложил деньги сюда вот святой евангелий ну 4 4 евангелиста вот оно как выглядит бесплатно раздают замечательно но оно не сшито она склеена это быстро бумага такая чуть ли не туалетная но все равно можно раздавать вот я бы сделал следующее закрыл бы всю эту лавочку теперь срочно совещание под каноны поставить все кто были моченые не крещеные первый же указ все кто будет дальше мочить и проще извергается из сана без права восстановления навсегда то есть навести порядок в церковном каноны включить оглашенные дети неукоснительно то есть храмы опустили бы сразу остались единицы дальше я бы сказал как во дворе вести занятия принимать экзамены и тогда маленькие цепочку раздвинуть по одному запускать но уже через два года церковь преображена как во времена правления Деки 249-251 год он ударил а на пыль пошла церкви а потом ну все шушера-мушера отошла а дальше ну нормально церковь увеличилась количеством то есть начитывая жития святых составляя симфонии и я понял здесь должны быть меры патриархам я бы ну не сам патриарх конечно какой я патриарх а хотя бы рядом бы говорить что делать и чтобы он прислушивался это вот необходимо далее открыть тысячи училищ по подготовке благовестников и миссионеров миссионеров нельзя приготовить но говорить надо как отдельные курсы о том кто может стать миссионером хлынуло бы много из тысяч осталось в мужчинах 5 потому что это труд Духа Святого должно быть свидетельство что человек в Духе Живого для себя ничего не имеет то есть открыть тысячи училищ я сказал а как я уже договорился до избрания еще патриархом с баптистами они самые близкие к православию с ними договорился не трогать православную догматику необрядность а проповедовать о любви к Богу и любви к Библии все пойдете мне подняли руки пять тысяч я говорю тысяча пока нужно остальные на следующей неделе вот где как сразу открывать по домам где угодно ежедневно собирались по домам обстановку в церкви можно изменить в течение одного месяца они ничего не делают я приготовил подарок батюшке пока не говорю через неделю вот сегодня суббота следующий будет 16 у нас престольный праздник и приглашен и дал согласие приехать метрополит алтайский барнаульский Сергий Иванников я ему подарок вещественный приготовил такой подарок что он будет его очень долго помнить очень интересно я батюшке пока не говорю он заволнуется батюшка готовит что там шашлыки свои или как ну вот такое дело я знаю чем заниматься конкретно а как император царь избрали бы с полным правом первым делом распустить армию ну помнишь его доменгор когда в Месала пришел друг он говорит первый выведи когоф из Иерусалима да вы что на помощь еще 12 регионов выведи тут восстание не предвидится мы сами ведем работу первое что нужно вот это да на нас нападут со всех сторон Коста-Рика мы как кости в горле а не Коста-Рика армия такая как есть не нужна она своих убивают гробы оттуда идут армия если нужна то армия нужна я не знаю как что где но примерно как сегодня армия Израиля вот армия Израиля вот как но уже говорю это не как христианин а как гражданин строжайшее наказание вплоть до адекватной меры то есть если он убил убить его но это уже как гражданин говорю чтобы в армии прекратилось насилие комитет матерей работал по его сигналу чтобы министр с постели скакивал министр ты этого знаешь кто сейчас министр обороны Иванов Сергей Шойгу и он величай его там Жигур Дунович не выговоришь какой но он есть он все выполняет был когда-то мейстр по МЧС а сейчас здесь сразу же присвоили его звание армии маршал это сейчас не присваивают вот такое дело поэтому мы вначале говорили депутатов не будет депутатов я ему напомнил про одного Томского я мог бы узнать его фамилию он считывая на коляске и он один который не брал взятки кто бы ни обратился любая женщина вдова он разузнавал и сразу работал вот эту музычку прибрали Сашка Белый а ведь он многое подел когда вернулся в Украину пришел прокурор за галстук таскает почему не делаешь к тебе обратилась она ее задобили уже ну и в следующий раз я тебя автоматом я не Сашка Белый но я говорю что он здесь пришел не просто так ты мне не жажешься прокурор почему мерник принимаешь никаких женщин убивают буквально ее раздобили почему не заступаешь сидишь прокурорское место протираешь а его убили сразу же а Ваков там кто-то найдется Турчинов в то время были вот такое дело нельзя быть царем императором в подлинном смысле христианином нельзя а если бы избрали смиренно поклонился поблагодарил и отошел отказывался бы как первый царь России Михаила дома Романовых а его быстро переделали да и жили то они мало никак нельзя милицию полицию это всю перетрицать надо всю а кто должен быть суды все перетристи в суде судьями были чтобы только верующие не важно кто но по-настоящему верующие железная бумажка должна быть что он верующий пусть будет баптист католик мусульманин буддист кто угодно но только чтобы он верил страшный суд божий за все отмечать будешь вот тогда эта пенсия в 52 тысячи у нее была бы на месте судей должны быть только верующие там где-то другие честные но могут быть и неверующие но судей только верующие в возмездие за гробом вот неправильно судил так и будет дальше суд что-то выносит и не оправдается это дело этот приговор падает на судью это 19.19 второзакония вот какие бы я меры мог бы принять ну и первый указ который по стране срубить до единого все лежащие полицейские немедленно найти кто их сделал и за их счет а если нет то за счет бюджетников проще страну разворобали и что ну и сразу же прятаться крещеру тебя уже убьют это невозможно я патриарху а патриархам был бы сказал крещеру надо уже прятаться церковная мафия самая страшная она через просовую через чашу может отравить вот это житие святых житие святого Мартина мы знаем и прочее вот такой мой ответ понятно ты доволен ну я христианин ненавидьте а я говорю вам а я говорю вот обвиняет Путина там на бюджет поставил страну без бюджета деньги-то не заработаны все восстанавливают но войны нету войны нету война каждый день пожирала средства там в Чечне я считал сколько ужас один но лебедь сделал так что тогда время было замирение косоверки где они там собрались поэтому нам нужно работать плодить все размножаться так пошли дрова колоть выбирать благодарю за вопрос ухожу